Всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале и сегодня бьюти тема, а точнее топ 5 моих самых-самых дешевых и очень качественных фаворитов. Дорого не всегда значит хорошо, а дешево не всегда значит плохо. Отмазка, что у меня нет денег, поэтому я некрасивая, не работает. Всегда можно найти альтернативу и этим средствам нет альтернативы среди дорогих средств. Вот так вот. Я начну со своего любимого фаворита, о котором я уже говорила однажды, когда рассказывала про уход за лицом. Мне кажется, сколько раз я бы не снимала видео о фаворитах за год, за 5 лет, за месяц, за неделю, это будет обязательно входить в их число. Это масло Макадамии из Organic Shop. Я 100% уверена, что лучше, чем вот это масло для лица, невозможно нигде найти. Правда, я уверена на 100%. Может быть сейчас это стоит в районе 200 рублей, может быть это стоит 150 рублей. Но это, во-первых, расходуется очень медленно, во-вторых, вы можете использовать это на лицо, на кутикулу, на волосы, на все тело, куда хотите. Маска, не маска, просто нанести на кожу, чтобы ее пропитать, увлажнить. Это идеальное средство, просто запах сумасшедший. В общем, нахваливаю, расхваливаю каждый раз, когда беру в руки эту вещь, и это первое, что входит в число фаворитов моих из списка самых дешевых. Второе средство, это гель для бровей 2 в 1. С одной стороны, просто кисточка с прозрачным гелем, но она уже не прозрачная, потому что обычный гель наношу после того, как откорректировала форму цветом. А со второй стороны, это щеточка, которая, собственно, подкрашивает сами волосинки. Дело в том, что эту вещь я заказывала на iHerb, и стоила она, когда я ее заказывала, по-моему, 2 доллара. Знаете, эта вещь очень хороша в тот момент, когда вам нужно, я не знаю, срочно побежать в аптеку, сходить в магазин. И чтобы лицо было на месте, просто достаточно взять действительно вот эту вещь, как-то подправить брови, и тогда уже получается совершенно другой вид. Почему я перестала ее покупать? Потому что сейчас на iHerb она очень подорожала, доставка стала стоить неимоверных денег, и получается, что вы переплачиваете очень много, и в итоге получается, что за эти деньги проще купить, я не знаю, какой-нибудь там Мак или Бобби Браун, или все, что хотите. Но если бы эта вещь оставалась в той же ценовой категории, что и раньше, я бы ее покупала еще много-много-много раз. Следующий мой фаворит никого не удивит, потому что девушки, которые живут в России, и не только в России, они точно хотя бы раз в жизни пробовали это. Это скраб, очищающий чистые линии с абрикосовыми косточками. Мое мнение какое? Мое мнение такое, что натуральный скраб не может заменить больше никакой скраб. То есть я лучше возьму кофе или сахар, смешаю с каким-нибудь маслом, и получается вот такой скраб, который не нужно заменять какими-то другими средствами из масс-маркета или из люкса, неважно. Но если вы относитесь к тем, кто не так положительно относится к натуральным вещам, то тогда вот этот скраб, в принципе, работает тоже очень хорошо. Он приятно пахнет, он действительно выполняет все действия, которые должен выполнять скраб. Действительно делает все то, что должен он делать, и стоит он в рублей 50-60, не больше. Следующий фаворит, я считаю, что просто, ну, это невероятная находка. Я очень люблю ebay, я дружу с ebay, я достаточно часто что-то там приобретаю, и всего лишь потому, что там можно приобрести что-то за действительно сущие копейки, и невозможно приобрести здесь, допустим. Конкретно сейчас я говорю о двух палетках, контурирующих и корректирующих, то есть лучше покажу. Стоимость этих палеток обеих, если переводить на рубль, получается в районе 200 рублей. Когда вы получаете эту палетку, вы ее открываете, она пахнет резиной или, я не знаю, пластмассой. Но дело в том, что, несмотря на то, что это полная просто синтетика, хорошо держится на коже, если это закрепить. Хорошо маскирует, хорошо ложится, и в принципе все прекрасно. Первая моя палетка была просто консилеры, но я не то, чтобы не была в восторге, и просто я понимаю, что не совсем оттенки здесь подходящие для того, чтобы маскировать что-то, да, ну что-то выбморочно здесь у меня было, вот на лето, да, использовала темные. Но для того, чтобы контурировать, здесь оттенков нет для моей кожи, и я решила, что закажу еще одну, но вторая была еще более укомплектованная, потому что в подарок с ней шла еще и кисть. И вот эта палетка мне нравится на 100%, здесь можно найти и хайлайтер, и консилер именно тех оттенков, которые мне нужны. Можно маскировать покраснение очень, правильность круги под глазами, и, соответственно, контурировать. Конечно, этими цветами я не пользуюсь, потому что я не настолько черный человек, но вот этим цветом, например, мне очень нравится контурировать, и этими двумя цветами мне нравится как-то выравнивать тон кожи. В общем, одним словом, это очень-очень хорошая палетка, ее цена плюс кисть, которая идет в подарок, это идеальный вариант, и я ни за что не потрачу ни копейки денег за то, чтобы купить какую-то палетку просто с именем, с брендом, лишь потому что она такая. И последний фаворит, это скорее не совсем бьюти, но это очень-очень важно для того, чтобы вы оставались красивыми. Я сейчас говорю о креме для ног, для голени. Почему? Потому что эта тема для меня, она не больная, но она скорее такая заезженная уже. У меня такая наследственность, что по маминой линии у меня возможно развитие варикозного расширения вен. А у бабушки по папиной линии у меня не должно быть его. Но, тем не менее, я активно занимаюсь профилактикой, потому что я считаю, что варикозное расширение вен – это очень-очень-очень неэстетично, некрасиво. И если есть возможность это избежать, хотя бы попробовать это избежать, то я цепляюсь за эту возможность. Поэтому были дорогие крема, были очень дорогие крема, и самый, по-моему, мой любимый остаётся теперь самый дешёвый крем. Стоит он что-то в районе 100 рублей, вот такая вот туба. Можно купить в аптеке, можно купить в ортопедическом салоне, вот в такой отрасли. Вы просто наносите каждый день, например, перед сном, на ноги. Знаете, у меня ноги не отекают, ноги не ноют, ноги не болят, вены не выскакивают, а я на шестом месяце. И да, это было всё из покупных моих фаворитов, дешёвых, бюджетных вариантов. Если вы хотите, чтобы я сняла о натуральных, то, пожалуйста, оставляйте комментарии, я обязательно это сделаю. Спасибо за просмотр, оставайтесь красивых, до новых встреч, пока!